здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска и в эфире рубрика сад и огород сегодня хотела бы снять экспресс-видео про обрезку ампельной петунии вернее отвечу на вопрос стригу ли я ампельной петунии вот уже третий год подряд я не обрезаю ни один ампельный сорт и в принципе результатом я довольна если в середине лета их омолодеть то есть сделать плановую стрижку то конечно ожидаемых заявленных плетей полутора метровых мы не получим конечно есть такая проблема оголяется в середине лета центр я заметила что практически во всех сортах он достаточно хорошо и быстро зарастает и к осени получаются просто огромные шапки цветов конечно же я не говорю про кустовые петунии которым просто необходима эта стрижка я бы конечно такую стрижку сделал такой серии как рамблин потому что она некрасиво разваливается после середины лета и очень сильно оголяется центр и не старается зарасти но мне проще от этой петунии отказаться чем ждать две недели новой волны цветения то же самое мне отношение к кустовым петуниям вот сейчас казалось бы нужно было постричь некоторые петунии например посмотрите вот этот тайдал который посажен 16 литрах он выглядел еще похуже еще совсем недавно но вот если мы посмотрим вот весь развалился центр пустоватенький такой вот но мы видим вот новые 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 побеги все будет хорошо к осени это будет шикарный куст если мы сейчас его постригли то конечно тех заявленных огромных плетей мы бы конечно не получили потому что генетически в ней заложено очень мощная сила роста если мы их обстрижем в середине лета то мы просто себя лишим этой красоты ну вот это вот питание я бы конечно постригла это то о чем я говорю ее бы желательно стричь это рамблин пичгло но я просто на следующий год ее не буду покупать не нравится она мне вот она она же рамблин пичгло разваливается некрасиво в разные стороны вот ее бы сейчас по-хорошему постричь но я не буду это делать пусть цветет как есть вот здесь вот опера лавендер только-только вот распался костик и тут же сразу в серединке посмотрите сколько лет новых победу зачем я сейчас вот отстригу вот это вот копну огромную лишу себя такой красоты когда вот здесь в центре формируется очень много новых побед даже вот эти две кустовые петунии blackberry или манчелло да вот так вот куст сильно развалился то есть его бы сейчас постричь а посмотрим он в серединку но потерпеть чуть-чуть надо недельки две и вот в центре уже пошли новые побеги то сейчас можно просто этот таз поднять на какую-то возвышенность и даст возможность просто этому центру нарастить массу вот здесь я просто вообще перекинула перекинула плети упирающиеся в окно сюда вперед и проблему решила очень быстро вот такая вот петуния ивинг сенсатион требует от обрезки она вся вот так вот палочками палочками вся вот такая вот она полкастая вот смотрите его по хорошему конечно тоже сейчас обстричь но я подсадила вот здесь с двух боков две петунии из брусчатки и когда они немножечко подрастут возможно я подстригу а может быть и посмотрю как пойдет дело дальше и может быть и не буду вообще не трогать а может быть вообще вытащу этот куст потому что но не понравился мне этот сорт только цвет великолепный цвет на все остальное конечно расстроила в этой петунии вот здесь тоже распалась петуния опера разбери айс вот ну я жду терпеливая жду все тут зарастет ну тем более эта сторона прилегающая к стене и и вот так вот не совсем-то и видно спереди вот такие красивые шапочки а там вот это вот залысина она в общем-то и не видно так что в день но здесь уже очень хорошо стала зарастать даже вот те которые я прищипывала центр и вот здесь вот такая была яма как будто кошка здесь лежала и все равно вон старается старается зарастать к осенью я думаю все равно все зарастет ну вот еще вариант заболевший петуния здесь уже признаки мучнистой росы и немножко опоздала я уже два раза опрыскивала то есть пошли новые побеги можно обстричь прям по краю кашпо и подлечить хорошо и будет новая волна цвета не будет допустим на моем случае если это растение стоит на петуниевом дереве то есть если я обрежу это одно растение то есть у меня будет просто плеш поэтому я просто его подлечила вот возможно просто его переставлю на заднюю часть куда-нибудь чтоб меньше было видно и не потеряю общую композицию посмотрите как может подняться рука в середине лета а встречу такую шапку у меня лично не поднимется и такая шапка будет до октября пока вот не стукнут морозы но я убираю раньше потому что просто дел очень много и я не люблю оставлять это на последний момент но твой вот какой я хочу сделать желательно конечно если есть такая возможность если растение не заболело сильно стараться его не стричь но это все касается конечно ампельной петунии по возможности дать ей нарастить к осени те самые заложенные в нее полутораметровые плите на этом я заканчиваю свое маленькое видео благодарю вас за просмотр и всего вам самого доброго